Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 99. Наша встреча записывается в редакции портала экзегет.ру и размещается на соответствующем сайте. Лекцию мы проводим в московском Сретенском монастыре в актовом зале семинарии. 99-й псалом, наверное, лучше было назвать не хвалебным, а благодарственным. Я обращаю на это внимание, потому что словосочетание псалом хвалебный стоит в заголовке синодального текста. Итак, перед нами благодарственная песня. Во всей псалтире только в заголовке этого псалма появляется характерное еврейское слово «благодарить» – «тодар». Данный термин может указывать как на благодарственную жертву, так и на благодарственную песню, которая могла исполняться в храме хором. Судя по тому, что в данном псалме паломники входят во дворы храма с благодарностью и прославлением его имени, разумно предположить, что название псалма скорее относится к песням паломников, а не к жертвоприношениям. Паломники благодарят Бога за возможность жить на земле, за то, что Он их создал, за то, что Он их пасет, за Его бесконечную милость. Высокопарные эпитеты Бога из данной благодарственной песни перекликаются с предыдущими псалмами, в которых Господь восхваляется как царь. 99-й псалом разделен на две части. В первом-втором стихах паломников приглашают идти ко Господу. В третьем стихе дается ответ, почему они должны Богу поклоняться. Во второй части, в частности, стих четвертый, повторяют приглашение войти во дворы его, и в следующем, пятом стихе указываются причины, почему вообще ему нужно кланяться. Рассмотрим детальное содержание данного текста. Приподнятое настроение, радость и веселье, которое словно пульсирует в первых стихах псалма, прикликается с другими божественными гимнами псалтыри. Вся земля призвана присоединиться к ликованию Израиля в честь Господа. Слово «служить» часто используется во второзаконии для описания служения не только Господу, но и иным богам. Служить Господу значит больше, чем работать хозяину за вознаграждение, как это делают наемники. Служащий Господу идет по намеченному им пути, соблюдая его заповеди. Каждый призван служить ему от всего сердца и от всей души, с чувством страха и трепета. Служить – это нечто большее, чем внешне, безукоризненно совершать богослужение. Как в Ветхом, так и в Новом Завете формальное совершение жертвоприношений осуждается. «К чему мне множество жертв ваших?» – говорит Господь. «Я присыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота. И когда вы умножаете моление ваше, я не слышу. Ваши руки полны крови. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову», – пишет пророк Исайя. «Поедите, научитесь, что значит «милости хочу». Они жертвы», – говорит Иисус Христос. Зачем люди должны кланяться Богу? Универсальный ответ на этот вопрос указан в третьем стихе. «Он нас сотворил, и о нас заботится». Познать Бога, исследуя Его только теоретически, рационально, невозможно. Необходим опыт, убедительные внешние свидетельства или наблюдения из своей собственной жизни. Началом этого пути к познанию Творца является вера. Вера в то, что, во-первых, Он и только Он один есть Бог. А во-вторых, что мы – Его. Это исповедование веры стоит на первом плане в богословии предыдущих псалмов. Именно Он нас создал, а не мы – Его, как считают некоторые религиоведы. Акцент на этом сейчас видится в тех многочисленных еврейских рукописях, в которых достаточно много примечаний древних переписчиков. Не мы сами себя создали, но Он нас создал. Не мы Бога нарисовали, Он нас вылепил. Такое исповедание веры часто повторяется в книгах пророков. Так говорит Господь, создавший Тебя и образовавший Тебя, помогающий Тебе от утробы матерней. Израиль – избранный и возлюбленный. Этот народ Господь пасет, как свое стадо. Невидимый мост между словами «мы» и «его» может любого верующего привести в изумление. Только представьте себе, что премудрый Творец, образовавший Вселенную, вдруг выбирает нас из всего множества своих созданий и говорит, «Я буду заботиться о Тебе, как пастырь о своих овцах». Опираясь на вышесказанные строки, псалмопевец призывает паломников направлять свои стопы в храм с чувством благодарности, прийти со словословием и благословить имя Его. Если благословляет Бог, это значит, что Он придает объектам благословения – силы и жизненной энергии. Когда Господь благословляет плод земли или плод чрева, земля дает обильный урожай, а женщина – потомство. Если благословляет человек, это означает, что он желает другим жить долго и счастливо. Родители Ревекки благословили ее с такими словами – «Дородятся от Тебя тысячи тысяч». Как богословение для людей древности было знаком пожелания жизни, так проклятие было знаком пожелания смерти. «Приветствуя друг друга на дороге, израильтяне друг друга благословляли. Когда израильтянин благословлял Бога, он напоминал сам себе, что Бог – источник жизни, защиты и всяческих благ. Питаясь и насыщаясь плодами земли, человек должен благословлять Бога». В отличие от других библейских книг, псалтырь далеко не всегда говорит о том, за что именно человек призван Бога благословлять. Слова «благословлять» и «прославлять» в псалмах используются как синонимы. «Благословить» значит увидеть премудрость и красоту созданного Богом мира и как следствие «возблагодарить Его». Последний стих завершает ответ на вопрос, зачем люди должны Богу кланяться. «Господь благ, вовек милость Его». Эти слова являются литургической формулой. Они снова и снова повторяются в начале 105, 106, 117 и 135 псалмов. «Благой» — это гораздо больше, чем «хороший». Бог — благ по природе. Он всегда таким был, есть и будет. Он источник жизни в ее красоте и разнообразии. Он дает человеку вдохновение на творчество и созидание. Подбирая соответствующий эквивалент еврейскому слову, создатели-септуагинты выбрали слово «хороший» в смысле «полезный», хорошего качества. Бог — хороший. Это слово употреблено и в Евангелии, в описании бремени Спасителя. Его бремя не просто легкое. Оно, опираясь на этимологию этого же слова, оно полезное. «Призывая каждого человека к миссионерскому служению, свидетельству о том, что Бог нас сотворил, а не мы Его, Господь не накладывает ни на кого бремени сверхчеловеческих сил. Служа Богу всем сердцем, человек познает своего Создателя. Бог благ, Его благость наполняет сердце благодатью и ведет ноги, стопы человеческие к верному пути. Как следствие, человек входит в Храм Божий с радостью и весельем. Новозаветный храм, церковь — это особое пространство Дома Божия на земле, где человека ждут благословения в познании и поклонении Творцу. Поскольку милость и истина Господа вечны и неисчерпаемы, в Доме Божьем нет никакой конкуренции за Божьими благами. Здесь каждый получает с избытком. Но для того, чтобы напитаться от источника воды живой, нужна жажда, духовная любознательность. Иисус Христос обращался к окружающим Его людям с такими словами. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Жажда и насыщение, вера и реки воды живой идут в этих словах бок о бок. Ищущий Бога человек находит ответы на свои вопросы, а сохраняющий Ему верность становится источником живого слова, становится миссионером, проповедником о Спасителе, хочет он этого или не хочет. Благодарю за внимание.